Вообще-то, я думаю, что Кристине довольно сложно жить, потому что человек получает такое количество внимания от окружающих, такое количество комплиментов, как только она выходит на улицу, её просто засыпают комплиментами. Да голливудские звёзды столько комплиментов не получают, сколько наша Кристина. Вот она поехала в эту гостиницу с бабулькой или с Ханей, и там, если посмотреть на её видео, там нет никого. Человек, наверное, десять во всей гостинице, если не меньше. И даже среди этих десяти человек её осыпали комплиментами. Она купила этот свитер, и сразу тётки начали спрашивать, «Где вы купили? Да за сколько? Да неужели за 25 долларов? Да какой красивый! Да где нам его купить?» Потом она пошла в спа, там сидела какая-то холёная мадама, и она тоже посмотрела на Кристину и сразу начала ей говорить, «Да как же вы добились-то такого живота, до такой стройности, до такой фигуры, да что же для этого нужно делать?» Ну, Кристина её там, понятное дело, просветила насчёт упражнений, насчёт питания. Даже эта тётка не могла достичь такого идеала, как у Кристины. Потом она, когда ходила на какую-то там заправку, по-моему, там сразу же начали восхищаться её ногами. Спросили, «Ну как же вы достигли таких красивых ног?» В спортзале, ну, там просто вообще завал. Главный тренер уже, я не знаю, сколько год, умоляет, умоляет Кристину стать тренером. Надоел уже. Она уже ему там сто раз отказывала. Не хочет. Хочет быть сиделкой. Какие-то там рекламщики пришли, ну, сразу же к ней бегут, начинают её снимать, ну, понятное дело, на обложке, в рекламу. Там других просто не заметили. Я вообще удивляюсь, что мишленовские повара там не засыпают её письмами и звонками, чтобы украсть у неё рецепт этих обезьянных мозгов, которые она так любит. Ханя их тоже любит. Он как попробовал, он сразу же сказал, «Господи, да какие же там вкусы-то невероятные! Да как вкусно-то! Обезьяньи мозги с дрожжами! Бабки эти столетние сто лет прожили таких сандвичей, каких Кристина им готовит, не едали! Они её там умоляют сделать этих гореликов. Она же там вообще специалист по сандвичам. Старухи хвалят её постоянно, умоляют их сделать. Кассандра говорит, «Мама, я другой авокадо-тост никакой есть не буду, только тот, который делаешь ты!» Кристина ей быстренько этот горелик тоже сварганила, маслом залила, авокадо покрошила, Кассандра там вообще была в полном восторге. Изи тоже постоянно у Хани спрашивает, «Ну как там Кристина? Я буду заниматься по её программе, потому что я хочу быть такой, как Кристина!» Вы представляете, как трудно человеку жить в этом обществе? Она просто вообще засыпана там комплиментами с ног до головы, особенно по поводу фигуры. Там все тётки, которые её видят, сразу же хотят такую фигуру, спрашивают, как достичь этого совершенства. Хани ей там позвонил, говорит, «Господи, Кристина, как мне нравится твой голос! Какой секси, особенно с утра!» Как в том фильме, люди её видят, прям столбенеют, а те, кто послабее, так в обморок падают и штабеля сами укладываются. Кристина нам ещё показала, как она приехала домой, и якобы она пригласила Хани на ужин. Но тут предательски вывезли какие-то розовые ногти. То есть домой она приехала с одним маникюрем, а на ужин якобы пошла, но там маникюр-то совсем другой. А потом она говорит, а потом Хани захотел со мной вместе пойти в зал, где мы тренировались. Там опять маникюр поменялся. Кристина, ты про ужин-то, наверное, приврала малость. Наверное, это какая-то старая твоя съёмка. Я уж не знаю, сколько месяцев назад, наверное, было сделано, потому что маникюрчик-то староватый. Ты когда будешь врать, ты обращай внимание на свои ногти, потому что они тебя очень часто выдают. Ну, потом она ещё в одном своём видео... Ну, там нечего ей было снимать. Вот она сидела и распылялась о том, как тётка ей делала комплименты по поводу её живота. И, ну, я ещё удивляюсь, что американцы не делают её комплименты по поводу её зубов. Но эти комплименты ей делают русские. Они там все восхищаются, какие у Кристины обалденные, красивые зубы. Кристина говорит, что это у неё идёт с детства. Её мама жила в бараках, не доедала, не допивала, но регулярно посещала стоматологов. И Кристина такая же точно была. Она тоже постоянно ходила к стоматологам, поэтому у неё такие идеальные, вообще белые, красивые зубы. Когда она приехала в Халифорнию, то когда она увидела, как она бы сказала, у халифортийцев такие обалденные, белые, здоровые зубы, и Кристина сразу же поняла, что она находится в правильном для неё месте. Она приехала туда, где она должна быть. Но на самом деле у Кристины стоят виниры. Как бы она ни отрицала это, как бы она ни врала, как бы она ни палила свои зубы, но это виниры, Кристина. И они видны. Вот видны они. Потому что у тебя виниры поставлены не очень хорошо. И из-за этого у тебя поехали дёсны. Причём они поехали у тебя очень быстро. Чтобы были хорошие виниры, нужно найти очень хорошего специалиста. А в основном специалисты, особенно зубные врачи, особенно в Халифорнии, они любят продавать. Вот придёт там такая Клавдия, они будут ей впаривать. Давай мы сейчас и виниров наделаем, того, сего. Но на самом деле они просто тебе хотят продать. И они их сделают тяп-ляп, подешевле, со скидочкой. И результат такой, что поехал в дёсны. А когда едут дёсны, то это, ну, как ты их обратно вернёшь? Никак не вернуть. Поэтому с винирами нужно быть очень осторожным. Нужно искать врача зубного, который реально-реально знает, что он делает. А таких очень-очень мало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!